Девочки, Лёвочка сегодня ходил в военкомат. Здравствуй, Нела Лоблока. Естественно. Здравствуй, Ёдоси Сапога. Вот вам гиперметрия. На, посмотри, покажи, что тебе выдали. Вот вам астигматизм, вот вам плоскосопие. Вот вам, девочки. Мне дали удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Так, а чего у меня там написано? Так, 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 так. Ну, Годин. А, Годин, короче, написали. Наивысшая, наивысшая годность. Ну, у моих друзей, типа, Б-3, типа, это Годин с ограничениями, а у меня А. А, это вообще без ограничений, абсолютно Годин на военную службу. Ну, вот по мне, если на меня посмотреть, то как я могу быть Годин на военную службу? Ты Годин, сынок, на военную службу. Мы тебя воспитали здоровым, хорошим сынком для России, для армии России. А я не против отслужить Годин. Я не против. Не, а куда ты родителей пенсионеров поставлять, как? Да ты чё. У которых пенсия ниже прожиточного минимума, кто их кормить будет? А государство? Государство? Государство вот нам дало пенсию. Не, ну мне чё-то так интересно вообще. Ну, ладно, мы как бы на учёте не стоим нигде, но мы раз в год ходим, проверяем зрение, плоскостопие у нас, эндокринолог у нас. Ты же, тебе карту-то чё в поликлинике? Она же написала, она не отправилась. Мне конкретно сказали. Вот я у хирурга был, она говорит, здесь написано воскостопие первая-вторая степень. Она говорит, я всё, конечно, понимаю, но блин, где доказательства? Где снимки? Где вот вся амбулаторная карта твоя? Мне же нужны доказательства. А где нет? Она есть, но её почему-то не передали в военкомат. Я должен сам с ней приходить со всеми анализами, со всеми снимками. А почему тогда они сказали нам, что мы не... Мы из амбулаторной карты. Почему тогда они предупредили нас, что нужно прийти с амбулаторной картой? Нет, так ты же тогда помнишь, что я с больницы, она говорит, принесите в военкомат. Она говорит, мы делаем выписку для военкомата. А выписки нету. И всё, сегодня дети пришли и всем выдали им приписное свидетельство. Все годные дети. И как это, давай, да. У нас что? Везде у нас... Ну, сынок, пойдёшь служить. Пойдёшь, значит, пойдёшь. Не пойдёшь, значит... Нет, ну давай я теперь. А кто мне будет в магазине? Я же старый пенсионер. Кто мне будет кормить? Как? Армия, что ли? Ты на это намекаешь? У тебя армия кормила. Зачем? Кому-то должен. Куда служить собрался? Пошёл куда? Пошёл. Я просто в шоке. Я, конечно, не ожидала. Я думала, что это не так. Ну, как это так? Всех под одну гребёнку. Ребёнок, блядь, с разным зрением пойдёт стрелять. Откуда стрелять? Я на окулисте был. Говорю, у меня гибернетропе. Говорю, у меня там... Чё, а стимулатизм, да? И она спросила, типа, зрение, сколько у тебя плюс-минус. Я говорю, я не знаю, вот какие-то такие-то болезни. Он как каверам будет. Вот. И в итоге она такая сказала, ну, вот какую таблицу видишь с очками. Я говорю, ну, все вижу. Без очков какую видишь? Ну, я же все видел. Все строки я видел. Абсолютно все строки. И получается, я сказал то, что я не вижу две последние. И мне начали выдавать линзы. И, видимо, выдали те линзы, которые у них очков. И я начал через них смотреть. Но мне это всё видно. Я говорю, что не видно. Она говорит, а как ты не видишь, если это линзы твоих очков? И в итоге, видимо, поняли, что я пытался откосить. Ну, чё, сынок, ладно, пойдём в армию, раз приписное свидетельство выдали. Ну, ладно, в армию. Да, пойдём в армию. А я умею писать? Ты умеешь, сынок, да. Ты умеешь, у меня как раз. Там тебя всему научат. Королевские войска. Королевские войска. Я не знаю, девочки, радоваться или нет, но это факт. Факт так, что детей везут в военкомат, ставить на учёт, а из поликлиники карточки не передавали. А как тогда у других ребяток? Почему им дали? Вы почему дали? Вы что там? Почему вы так дали? Б3 дали. Ну, Никита там, он его ударил, ограничения по здоровью. А они что, карточки с тобой привозили? Нет, нет, у них там написано в этом деле лично. А у тебя в личном деле ничего не написано? У меня оно даже не заполнено. Не, его заполнили в последний момент. А они фамилию не могли мою со второго, мы только с третьего раза прочитали. Вот такие дурачки в армию-то и попадают как раз, у которых карточки не заполнены и фамилию не могут прочитать. А если пойдёшь что-то учиться на военную кафедру? Ну, я как, я сначала школу закончу, потом университет и потом отслужу. Да? Да. Скажу, ладно. А там уже не надо служить. В общем, в Санкт-Петербург. Мы поедем в Санкт-Петербург тогда учиться. Там подальше. От Кубанского военного округа. А сейчас же их далеко не отправляют. Они же здесь. Они же здесь. А в Челябинске у нас там всё схвачено. Всем расскажи ещё, Господи, Михалыч. Так, ну всё, вот шкаф собрал Михалыч. Стойку я эту оставлю. Пусть она здесь стоит. Так, обзорчики, когда я иногда делаю из одежды, удобно будет мне повесила и показала вам во весь рост. Всё, эту тумбу к Лёве унесём белую сюда-обратно. И, в принципе... Боже мой, кошмар какой-то. Так, девочки, что сегодня готовим? Готовим овощи. Здесь у меня две картошинки маленьких. Морковь из морозилки. Чуть-чуть капусты свежей. И весенние овощи. И всё я это помешиваю. И всё это тушится. На маленький окунь не делаю, девочки. На маленький окунь не делаю, чтобы овощи не в воде не палькались. Соки в соку, собственно, не палькались. Так, здесь сковородочка разогревается. Я сейчас лук мелко порежу поджареной сковородочке. И куриные котлетки будут... Поджаренный лук вот сюда вот, до золотистой корочки, в куриный фарш и котлеточки. Даже обваливать муки не буду. Я не люблю маленькие котлеточки. Я люблю, когда котлеточки хорошие. Чуть-чуть маслечка. Когда они вот такие. Вот такие. Чуть-чуть масляная. Чуть-чуть масляная. Дони-чуть масляная. И-чуть масляная. ПО- Они и форму не теряют, к ковородочке не прилипают. Отлично. Сколько лапки натереваются? Курица вообще быстро готовится. Раз. Раз. Все. Сейчас, когда они уже будут готовы, добавляем маслечку сливочного чуть-чуть и закрываем крючком. Прямо осталось на ложку, видите, что на две котлы маленькие. Так, что я тогда делаю? Сейчас немножко схватиться, я друг на дружку положу, и на освободившее место эти две маленькие котлеточки еще брошат. Все, добавляем масло чуть-чуть сливочное, прям маленькими кусочками. Масло сливочное, это нечто. Маслечко, взлетение овощей. Чуть-чуть. Так, вкусно, да, теперь, по-пистому уже. Так, вкусно, да, теперь, по-пистому уже. Солочное, обалдение получается. Куриные котлетки, овощи. Вот вам обед. Раз. Два. И все, тут место останется. Раз-каклюточка. И два маленькие котлетки. Ну, можно пушить и готовить. Вот как красиво. А, девочки, это я. Это я. Вот как красиво. Вот ведь девочки, как получат. Сейчас крыточки закрою. Нагрев убавляю. Ну, допустим, до троечки. И все, и пусть они тушатся эти. Потом переверну сейчас. И пусть заходят. На маленьком нагреве. Михалыч просил пойти. Пойдем, тебе надо очки. Лёва свои носит с удовольствием очки. Мне очки только-только пришли. Одни получили, вчера привезли. Но они, я в них плохо вижу. Вот, и Михалыч, пошли, тебе надо очки поменять. Тебе надо еще куда-то. Ты собираешься из дома выходить или нет? Я говорю, нет. Я не собираюсь из дома выходить. Я уже неделю сижу дома. Я не хочу никуда. Я не хочу никуда идти. Так странно, девочки. Чтобы я никуда не хотела идти. Это нечто. Может, погода. Вроде сухо. Прохладненько, сухо. Что, Масечка? Что, моя любимая? Что-то ходит. Сегодня целый день мякает. А что мякает? Что надо, не знаю. За мной по шагам. Вот прям по шагам. Ну, айда на ручке. Айда на ручке. Айда посиди на ручках. Айда. Айда посиди. Айда посиди на ручке. Айда помурулыка. 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 Айда. Как ребенок, девочки, это вообще? Юлика, мама, ты ее разбаловала. Как ребенок. Что надо? Что надо? Я пока была маленькая. Я помню, у нас всегда были кошки дома. Собак не было, кошки были. А потом, когда уже девочки родились, у нас кого только не было. И кошки, и собаки, и черепахи. Всякие. Но никогда у меня не было вот такой привязанности. Вот как, как эта мордашка ко мне прям прилипла. Вот она, я к ней, и она ко мне. У меня был, сиамский кот у нас был. Я пельмени стряпаю. И вот она залезет на стол, да? И фарш. Представляете? Мы ее нашли. Кошку нашли. Кошка или кот, я уже не помню. По-моему, кот был. Кот, наверное, был сиамский. Ну, такой голубоглазый был. Прям, ну, шикарный кот. Шикарный сиамский кот. Настоящий прям, породистый. Есть беспородные сиамские, а это прямо породистый. И вот он, видимо, был приучен. Вот так по столам не лазил. А вот когда начинала стряпать пельмени я, он фарш все время садился и лапкой фарш вытаскивал у меня и облизывал лапу. Такой был смешной кот. Потом рыжий был кот. Очень красивый рыжий кот был. Типа Томаса Усамвелла. Вот такой кот у меня был. Далевый. Далевый. Но он все время почему-то мне драл ноги. Вот я иду. Он вцепится мне прямо до крови в ногу. Это вообще. И все время сидел на дверях. В комнате на дверях высоко сидел. Хотя мы его котеночком взяли. Но вот такой был вот своенравный. И потом мы с Михайловичем уехали в квартиру. Я родила Леву. И Леша с Юлей увезли его, потому что он начал гадить везде. Вообще такие кошки интересные. Смешные прямо. Смешные кошки. Смешные вот они. Вот все. Вот сидит прямо дерет меня. Дерет. Он пригрелось. Прямо мурлыкает. Вот мурлыкает. Вот ей не нравилось. Она сидела разве бы. Прямо просится на ручки. На ручки. Возьми меня на ручки и все. Возьми меня. Смотрите. Что там такое? Что там такое? Что там такое? Что там такое? Воротничок ты мой. Ох и воротничок мой. Хорошо, что тетики-то большие. Хоть есть где посидеть. Ох, хоть. Хоть где есть посидеть. Девочки, вы выпали. О, Господи. Тренога моя. Девочки, и все. Когда убавляю нагрев, закрываю крышечкой, котлетки немножко дают водичку. Видите? Чтобы потом поливать можно было и макарошки, и пюре картофельное. И все, котлеты готовы. Моментом. Самое главное для сочности. Обжаривайте лучок чуть-чуть. Прямо не догорело, а прямо чуть-чуть, чтобы он зазолотился. Добавляйте ложечку сметаны или ложечку майонезика. Ну, прямо чуть-чуть, девочки. Все, специи. Соль, перец. Ну, я кавказские специи еще добавляю. Ни яйца ничего не надо, потому что курица и так хорошо формируется. И все. И на маленький-маленький огонь. И пусть они тушатся. Все. Отключила, и она еще... Плита будет горячая, я не буду доходить, доходить. Все, и здесь тоже все готово. Девчонки, 15 минут. Обед за 15 минут. Даже меньше, наверное. Больше болтала. Ммм, вкусняшко. Ммм, вкусняшко. Так, ну что, девочки. Все комната освобождена у нас. Все помыть, ковер постелить. Все везде. Убрала все ящики. Разобрала. Михалыч сидит. Постель свою забрал. Масечка лежит, уже присоседилась. Почему? Это Масина комната. Масина комната это будет. Диван Масин. Все, Масюшенька лежит у меня. Интересно, будет она его драть или нет? Посмотрим. Здесь стояла кровать, она никогда на этой кровати не спала. Так интересно. Она спит все там, в той комнате. Ну, голая, эхо, ну ничего страшного. Завтра сходим с Михалычем, купим подставку. Телевизор повесит он сюда. Стол уберем. Ну, этот стол я оставлю. Тумбочки пусть стоят. Ничего страшного. И жалюзи куплю немножко другие, которые просто крепятся на само стекло. Стекло, вот. Шторы не весим. Что, постоянно окно открываю, постоянно штора будет. Нет, не будет мешать мне. И как-то больше света без штор. Хотя с тюлью уютненько. Уютненько. Не знаю, что делать. В общем, как-то голенько, эхо. Такое чувство, что на съемной квартире. Нормально. Михалыч ржет, сидит. В общем, потаскались опять два дня. Потаскались. Он говорит, почему не сняла продолжение эксперимента. Ну, найдешь. Сейчас пойдем, девочки. Пойдем эксперимент. Сейчас он покажет, что там дальше было. Потому что у меня зарядка закончилась на айфоне и все. И я не поняла, что произошло. Вам-то, наверное, интересно. Хотя не спрашивают, Сереж, там. Комментариев не спрашивают. Не поняли. Не поняли юмора, а они вообще не понимают это. Да? Да. А, у меня еще вот уборка. Нет, Сереж, я не иду к тебе. Ну, ладно, похоже. Ну, и глаза заслезились. Слушай, все, получи сейчас у меня. Что там? Девочки, второй день. Бегает за пивом. Опять начал весь чесаться, чихать нос. Прекращай, все. Так, вот сюда я, значит, убрали. Нижний ящик мы. Мой любименький Сережа Жука. Привет. В общем, вот этот ящик унесли сюда. Сейчас мне его надо собить полностью. Здесь я принесла игры. Здесь Лешины фотографии. Здесь олесиные игрушки. Здесь тоже. А здесь бардачилы. В общем, у меня уборка завтра будет здесь на балконе. Девочки, ну, все, не стала до завтра откладывать. Навожу порядок здесь с улеси. Все равно она приходит, играет. И шкаф для нее прямо был сделан. С игрушками. Она все время их перебирает. Поэтому я, девочки, иду дальше. Все, уже мне надо сегодня все сделать. Квартиру помыть. И завтра уже можно куда-нибудь отправляться. Вот этот вот гарнитур. Ох, и тяжеленный детский гарнитур. Вообще. Вдвоем с Михалочем кое-как вот эту подняли. До такой степени тяжелая. Ужас. И все, вот, порядочек навожу. Девочки, какая дурная. Решила, думаю, ладно, не буду стремянку приносить. Не наверху, вот там надо прибраться. Думаю, залезу на этот крутящийся стул, девочки. Сначала вот сюда ногами, потом вот сюда встану. Ага. Потом думаю, нет, Лена, давай, не мудри мне. Ну, что ты? 15 лет, что ли? Принеси стремянку и спокойно залезь. Вот мы женщины. Рома, как для тебя кто вообще? Это чужой человек для тебя. Конечно, чужой. По делам молодец, спасибо ей, но она тебе никто. Ну, я что, вообще не захожу? Нет, Рома. Где 20 лет были? Скажите, пожалуйста. Замолчите. Боже мой, а. Да что? Господи, ну, вроде порядок в квартире. Все хорошо. Нет, я все чего-нибудь да найду сидят. Девочки, я пошла дальше. Все. Перебираю все столы, все достаю. Вот как я красиво здесь сделала. Цветочки свои достала, правда, их обрезала коротко. Ну, и ничего, нормально. Нормально получилось тут. Все. Очень хорошо. И все, я все разбираю, все свои. Столько проводов, это вообще ужас. Селфи-палки. Провода. Вот сколько мусора. Вот хотела выбросить. Бывает, что бы что? Выбросить хотела, Михалыч. Ладно, хорошо был здесь. Увидел. Увидел. А я хотела выбросить. Смотрите. Телефон поставил, все. У нее уж теперь новый телефон. Да, воник, да? Да, что ты. Все очень бардачело. У меня останется сейчас только пол помыть везде. А, Сереж, давай с нее штура. Я их постирать хочу и подрезать. Мне подрезать их надо. Я их постираю и подрежу, и повешаю. Ну, что же нет. Да, что-то не надо. Доешь, доешь. В общем, девочки делами занимаемся. Чудо прямо взялось, я не на шутку. Не на шутку, что-то я взялась. Три стелки-палки, два магнитопона. Я вот в такие сумочки складываю все чейки. Все чейки у меня здесь. Хотя я говорила вам уже, что не сдаю. Повесить некуда. Вот эти вот, куда вот повесить фотографии? Куда-то повесить, куда-нибудь можно было бы. Но надо в стены. Вот такая вот еще у меня кожа. Так. Ну все, вроде я... Вроде я разобралась. Так, это масляные кружки. Это клопушки Масины. Масляные игрушки. Все очки. Вот как хорошо теперь здесь ящик у меня. В ящике у меня все лежит здесь. Удобненько. А то мне одного там мало стало. Теперь у меня здесь еще сумка. Зашла в сумку. Положила все. Так, это с собой завтра. И все, и стол освободился от всего. Что выключил? Включил же. Выключил. Думаешь обо мне? Да ты что? Дома я не дома. Сплю, не сплю. Да. Переживаю. Переживаю, что я занимаюсь. Да. Все, и дальше снимать. Снимай, все. Чистый оденем. А нужны ли? Ну конечно. Пока я постираю. Пока подрежу. Значит тебе их одевать. Ну я же голой буду спать, что ли? Да. Ну пусть меня все смотрят. Все видят? У тебя там жалюзи же есть? Нету, что ли? Девочки, думаете, почему я одна живу? Потому что я люблю ходить голой. Раздетая. А у тебя камера не включена? Включена у меня уже давно-давно. Я уже все давно-давно включила. Да тебе что, можешь вообще снять ее? Кого? Зачем? А что я буду снять? Одевай. Чистенькие. Здесь же с разных столом снимаем. А она удобно одевается. На трубы все-таки. Как удобно. Это действительно не спешит. Убирая. Убирая. Какого-то лишнего. Какого-то лишнего. все отлично еще и закручивается да закручивается все, я теперь сама могу теперь я знаю, я думала, как они они, кажется, закручиваются да до конца они закручиваются да, они не закручиваются да, они закручиваются что, они выпрямятся? конечно что, они не выпрямятся тут у нас тело а, вы все ну, что-то много их а тут точно она села? ну, просто поднялась давай она вообще висит просто здесь да, 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 да все, да, все у нас нормально сделано четко, к деталку раз, раз а это что? на сопляк а тут подняла, да? все, я уже там двигалась двигаться все все отлично сейчас я побрызгаю их все так и все и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уговариваю гардины... Повесите гардины... Но это уже, наверное, когда Лёша приедет... Там уже можно будет... Отлично... Отлично, любименькая моя, отлично... Вот так, да... Вот так... Вот так вот... Всё... Началось... Началось... А? Началось... У него здесь всё... И по цвету... Стало всё на свои места... Как надо... Михалыч сидит... Всё... Пока-пока... Чё опять? Какой ток? Я уже тут изобрел... Кловноход... На луну... Ну давай, покажи, девочка... Электричество... Это направленное движение заряженных частей... Вот смотри... Вот... Ты сейчас будешь держать... Кого держать? Ну вот... Чтоб... Почувствуешь, как ток идёт... Я буду делать направленное... Движение заряженных частиц... Господи... Я чего не буду допридумывать... Для чего ты вообще это делаешь? Что это такое? Электрический ток, сила... Только ты чё... Вот сейчас почувствуешь... Чё делать-то надо? Порядочное движение частиц... Чё делать-то надо? Удержись! За что? Вот... Плюс-минус... Руками... Вяжешься? А чё ты там крутишь? Электричество создаю... Движение электронов... Чувствуешь, что ток идёт? Да... Во... Видишь? Ой, у меня аж волосы... На луку начали дымом подниматься... Видишь, как хорошо? А чё такое? Прям покалывание в пальцах... Ну вот тут я лекарь... Какой ты лекарь? Лечить буду вас... Какой ты лекарь? Лекарь... Да... Лекарь... Я лечить буду... Ну чё, всё? Ну, песню пой, чё... Иди ты нахер... Нормально, да? Есть... И что? Для чего ты эту коробочку-то сделал? Что это означает? Это луноход... Это на луну... В общем, дурдом какой-то опять... Очередной дурдом... Где-то опять... Пошёл только-то... Девочка... Полудурышка... Делать нечего... Чё он? Сидит вот... Смотрите... Чё это? Физика... Десятый класс... Ну вы как... Повторение... Мать... Учение... Я всё помню... Дурила... Ладно, всё, пока-пока...